Уже практически анекдот. Каждое 31 число мы с друзьями идем на Триумфальную площадь для того, чтобы напомнить этой власти о существовании одноименной 31 статьи Конституции Российской Федерации. Власть в ответ надевает космические шлемы и хотя она не летала в космос, но взяв в руки дубинки, бьет очень больно. По 31 числам власть в целом и ОМОН в частности впадает в подростковый неадекват. Это похоже на упертость пацана, которого убеждают в том, что размахивать кулаками нехорошо, но он для себя уже все решил и не отступит. Вот и действует по принципу «ты чего тут самый умный» и машет кулаками с удвоенной силой. Как всегда звучат убедительные просьбы ОМОНа для одних граждан, освободить проход для других граждан. Каким именно гражданам вы причисляете сами себя, решать вам. Если помните о 31 статье Конституции, значит освобождайте. Продолжение следует... 1-0-819 Уважаемые граждане, мы не поддерживаемся, он располагается. Уважаемые граждане, в какой-то без метров просьба не капается и не задержится. Это наш город! Это наш город! Не проходим, не задержится! Я сдавка будет, что вы делаете? Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Господа, вы что-то правители! Уважаемые граждане, задерживаемся на пешеходном переходе, проходим! Нас не пускаем! Мы передвижаемся! Болицейские, вы знакомцы, приглашаем! Усилие, усилие! Попустите, не пишите! Уважаемые граждане, не задерживаемся! Проходим! Уважаемые граждане, не задерживаемся! Проходим! Уважаемые граждане, не задерживаемся! Проходим! Вот как-то отсталкивается! Давай, снимай! Общак! Происходит, происходит жуткая давка! То, что сейчас творит ОМОН, это... Это беспредел! Сейчас нас просто раздавят! Они сильные, эти покемоны! Разумно, тихонечко! Дорогу, городу, Москве! А мусора, дорога, проход за крыльями! Представьтесь, полицейские! Представь! Что вы делаете? Вы нарушаете закон! Объясните, чьи ему права! Путин будет казнен! Россия будет свободной! Вы сдавьтесь! Резад, ребят, вы спустите! Кого? Выдергни! Ставьтесь, пожалуйста! Что вы делаете? Соблюдайте закон! Полицейские! Есть закон... Это были очень крепкие объятия ОМОНа. ОМОН нас любит, подтверждаю. Здравствуйте! Что вас привело сюда, на Триумфальную площадь? Меня привело сюда то, что у нас невозможно свободно собираться и выражать свою точку зрения. То, что у нас есть 31-я статья Конституции о свободе собраний, которая, как мы видим, не хочет почему-то действовать. А вы не боитесь, что вас повинтят? Арестуют, в автозак упрячут и в турму? Нет, не боюсь. А почему вы не боитесь? Ведь приказано бояться. Ну, приказано, не знаю, я не боюсь. Отважный человек, Катя. В 31-й статье, в принципе, ничего страшного нет. Там написано, что граждане имеют право, свободно и без оружия, собираться вместе. Ну, в том числе и на этой площади. А вот в федеральном законе, уже о митингах и демонстрациях, написано, что нужно просить уведомления. Получается, что федеральный закон противоречит Конституции страны. У вас не получится, я не дам вам. А почему вы не дадите нам интервью? Потому что я здесь наблюдаю и не вижу смысла с вами разговаривать. Извините, всего доброго. Вопросов можно дальше не задавать. Спасибо. Это нужно в пресс-службу НТВ задавать вопросы. Извините, я с вами разговаривать не буду. Я уже ответил на вопрос, вы поняли? Вы можете разговаривать только с экранов НТВ. И лгать оттуда. Что-то непонятно? И лгать оттуда. Что за провокация? Извините, мне не о чем с вами разговаривать. Да ладно. Да ладно, пойдем, пойдем, пойдем. Всего доброго. Спасибо. Вы же к ассоциации «Голос» очень долго докатывались. Мы же помним вас в кадре. Может быть дадите комментарии? Я же вам сказал, молодой человек, комментариев не будет. Всего доброго. Я достаточно стар. Ну, он суперстар. НТВшник Михаил работает в программе «Чрезвычайное происшествие», прославившаяся поистине геббельсовской ложью об оппозиции. Попав в среду протестующих, улыбается, как истинный разведчик. Скажите, а после того фильма, который... Извините, пожалуйста, я же вам сказал, я не буду отвечать на ваши вопросы. Почему вы здесь стоите? Всего доброго. Всего доброго. Но вы пока что... Вы нам просто желаете всего доброго, отворите зло. Почему? А почему вы лжете? У вас в детстве учили, что лгать нехорошо. Вас в детстве учили, если вам говорят, что с вами не будут разговаривать, значит с вами не будут разговаривать. Всего доброго. Вы же на работе. Это ваша работа быть журналистом. Вы что скажете? Вы тоже против власти. Вы же ко всем предстоит. Вас уже не первый раз надевают. Почему вам не могут? Скажите, вам не стыдно за вашу ложь? А вам не стыдно то, что вы пристали ко мне? Нет, мне не стыдно. Это моя работа. Я журналист, это моя работа. Вы доброго, молодой человек. Спасибо. Я помолодел на 20 лет. Дайте. Пожалуйста, мы с вами работаем. За нервом. Сколько бы протестующие не напоминали власти о существовании 31-й статьи Конституции Российской Федерации, власть делает вид, что ничего не помнит и ничего не знает. И очень похоже на то, что однажды народ захочет излечить власть от этой опасной болезни амнезии. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал «Политвестник». Вот они, эти листовки, на которых написано, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Статья 31-я Конституции. Бросаем! Браво! Браво!